Министр просвещения Республики Казахстан посетил объекты образования области ЖИЦУ. Гани Бейсимбаев, прибывший с рабочим визитом в регион, вместе с заместителем Акима области Рустама Мали, ознакомился с работой объектов образования в Аксузском, Сарканском и Алакольском районах. Подробнее в материалах сюжета. В ходе рабочей поездки в Аксузский район министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсимбаев провел встречу с педагогами образовательных учреждений в формате открытого диалога. В числе озвученных вопросов и предложений особое внимание было уделено повышению заработной платы классных руководителей. В ходе открытого диалога также был поднят вопрос статуса учителей. Была затронута и тема капитального ремонта одной из старейших школ района Мамании, которая существует уже на протяжении трех веков. Глава министерства отметил, что в соответствии с планом намечена модернизация 5000 сельских школ Республики в этом списке и школа Мамания. Я сама и мои дети закончили эту школу, а в настоящее время я работаю здесь уже более 40 лет преподавателем начальных классов. Спасибо большое за вашу поддержку. Хочу отметить, что одна из важнейших проблем – это капитальный ремонт школы Мамания. Это образовательное учреждение построили в 18 веке еще во времена Жангирхана. Сегодня эта школа нуждается в реконструкции, чтобы наши дети могли в ней учиться. Мы не только капитальный ремонт сделаем, но и обеспечим образовательное учреждение всем необходимым оборудованием и принадлежностями. Немало вопросов прозвучало и на встрече Гани Бесимбаева с учителями Сарканского района. Во время своего визита министр просвещения посетил школу Абай. Диалог с педагогами района начался с краткой информации о работе министерства, которой поделился глава ведомства. А большую часть времени он посвятил тому, чтобы ответить на интересующие вопросы учителей, а также выслушать их предложения. На 300% согласна, что самое главное качество учителя – это любовь. Он должен любить только через любовь, можно получить и признание, и уважение, и радость от жизни. Поэтому разрешите вам сказать, что среди наших сарканских учителей найдутся те учителя, которые войдут в эту базу. И среди учителей нашей области ЖТСУ тоже такие учителя яркие есть. Я же вот пришел, спустился же к вам, сижу рядом с вами, фотографируюсь, общаюсь. Я же не вечный министр. Сегодня министр, завтра не министр. Но я должен знать и должен оставаться учителем. Я учитель в первую очередь. Я должен показать примером, как должен быть учитель. В ходе встречи глава министерства также поделился новостью о том, что директора общеобразовательных учреждений отныне будут находиться на руководящей должности не более семи лет. По словам министра, оптимальный срок работы на этом месте – три года. За это время директор школы сможет реализовать поставленные перед ним задачи. В случае достижения положительных результатов в работе перед руководителем образовательного учреждения откроются возможности повышения по службе. Тем самым подобная методика работы станет стимулом. Для многих директоров школ редимировал глава ведомства. Отметив, что нахождение на рабочем месте для руководителя учебных заведений чревато коррупционными рисками. К тому же это негативно отражается на эффективности управленческих компетенций. Мы совместно с представителями антикора будем проверять всех директоров школ Казахстана, которые находятся на своем рабочем месте более семи лет. Далее глава профильного ведомства встретился с директорами и преподавательским составом школ, а также с заведующими детскими садами Алакольского района. Ганеби Симбаев разъяснил важность вносимых изменений в системе образования и ответил на актуальные вопросы педагогов. Министр отметил, что все предложения и пожелания, озвученные представителями сферы образования, будут обязательно учтены. Я считаю, что самая главная цель моего визита – это ознакомиться с реальной ситуацией в регионе. На самом деле мы принимаем много нормативных актов, принимаем определенные решения для улучшения системы образования. Но на самом деле, какова обстановка реалий сегодняшней школы, системы образования, организации образования, все-таки как министр я должен воочину убедиться, что все, принимая решения, они полезны, они дают возможность развитию. Сегодняшняя встреча, сегодня поездка даст огромную пользу для меня, поэтому я благодарю всех жителей данного региона, журналистов, которые все время сопровождали меня, учителей вашего региона, детей прекрасных, которые горят глазам, руководители организации образования, которые, не проголодая руки, служат для будущего нашего поколения.